Неправильное обращение Девочка шла очень медленно, внимательно глядя на содержимое миски, следя за тем, чтобы оно не выплеснулось через край. И случайно зацепилась ногой за ножку стула. Миска качнулась, соус пролился на стол, на платье и даже на пол. Джун, какая же ты неуклюжая! Что с тобой такое? Я же тебе говорила! Нужно быть внимательной, почему ты ничего не можешь сделать нормально! Это происшествие приведено здесь в качестве примера. Но нечто подобное часто случается почти в каждом доме. Когда мать дает ребенку отнести на стол тарелки, блюда с едой или еще что-то, и при этом наказывает быть внимательным и ничего не разбить и не пролить, нередко вскоре она наблюдает такую картину. Все пошло наперекосяк. Тарелки разбились, а еда пролилась. Такое может произойти с каждым. Наверное, нет человека, который бы мог сказать, что с ним во взрослом возрасте ни разу не случалось ничего подобного. Не в этом беда. Беда в том, как мать и вообще взрослые реагируют на такую ситуацию. Нельзя забывать, что если начать слишком строго критиковать ребенка, а тем более навесит на него какой-то ярлык, то ребенок будет волноваться все сильнее и с каждым разом все больше убеждаться, насколько он неуклюжий. Это очень плохое обращение. Ведь взрослый своим поведением может повлиять на то, что из-за одного случайного происшествия в ребенке разовьется некое патологическое состояние. И так, может быть, ребенок действительно неловок. Но если мать все время будет подчеркивать это и даже раздувать его промахи и недостатки, она этим ничего не исправит. Недостатки ребенка от этого только усугубятся. Можно без колебания сказать, что в таких случаях ответственность лежит в основном на родителе, который ведет себя таким образом. А ребенок почти ни в чем не виноват. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова